Россиян будут отучать от пиратства. Министерство культуры предлагает ввести налог, который будет взиматься с каждого пользователя сети в пользу объектов авторских прав. Об этом и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Симкарты россиян планируют защитить от прослушивания. Минкомсвязи готовят поправки в ряд нормативных актов, которые уточнят требования к рипзащите симок. По словам авторов инициативы, это позволит предотвратить утечку персональных данных абонентов и соблюсти тайну переговоров. Поправки решили внести в связи с информацией о том, что спецслужбы США и Великобритании похитили шифровальные ключи крупнейшего в мире производителя симкарт. Депутаты Госдумы готовятся разделить с жителями страны тяготы кризиса. Об этом заявил спикер парламента Сергей Нарышкин. Народные избранники обратятся к президенту страны с предложением сократить депутатские зарплаты. Эта мера, по их мнению, хоть незначительна, но поможет в борьбе с кризисом. В этом году доходы государства будут почти на 2,5 триллиона рублей меньше, чем запланировано в бюджете. До начала октября в России планируют ввести новый налог. Плата будет взыматься с каждого пользователя сети для защиты авторских прав. Ожидается, что абонент будет заключать договор с провайдером, по которому нужно оплатить, помимо основной суммы, дополнительно 300 рублей в год. Часть денег распределят между правообладателями. Так, авторы инициативы планируют бороться с сетевым пиратством. В Министерстве культуры, которое и предложило новый налог, планируют сделать скидки для некоторых категорий, таких как пенсионеры, инвалиды, школьники и студенты. Новую пошлину собираются ввести не позднее третьего квартала этого года. До введения налога на интернет остаются считанные месяцы. А мы решили поинтересоваться у жителей Саратова, как они относятся к такой законодательной инициативе и готовы ли они платить налог за пользование интернетом. Чиновники хотят ввести новый налог на пользование интернетом. Как вы относитесь к такой инициативе? Как вы считаете, она вообще нужна нам? Я не уверена, что мы будем платить этот налог, потому что интернетом мы пользуемся ежедневно, возможно, даже ежечасно. Ну, это, наверное, глупая затея. А если без этого в интернет вам не дадут выйти? Ну, тогда, наверное, придется платить. К новому налогу он вообще как-то всегда относится с каким-то предубеждением. Вы бы стали платить этот налог? Я думаю, нам его заставят его платить в принудительном порядке. Интернет, он, как сказать, открыт для всех пользователей, бесплатно должен быть. Ну, за исключением платы за тариф. Конечно, среди населения это вызовет бунт, так как люди очень сейчас такие расчетливые и считают каждую копейку. Не нужна инициатива. Мы и так платим за интернет. Зачем еще доплачивать еще 300 рублей в год? Я думаю, это глупо.